Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 10 июня 2019 года, очередной ежедневный отчет. Первое. Дом и тело одно и то же. На этой неделе я продолжаю заниматься растяжками и появилось желание наводить какой-то порядок вокруг себя, оптимизировать пространство. И я об этом давно уже довольно-таки слышал, что так бывает. И Ричард Шульц тоже рассказывал то, что тело и дом, они непосредственно связаны даже с точки зрения здоровья. И бывает так, что если выкинуть какой-то мусор, какой-то хлам, то при этом параллельно вот эти действия отразятся на здоровье человека, и у него какие-то болячки могут уйти, тело как-то очистится. И, ну, собственно, похоже, каким-то образом это работает. То есть вот как это именно работает, непонятно, но вот оно получается, что работает. То же самое работает это в две стороны. Если, например, работать с телом, да, как-то тело очищать, либо там как-то его разминать, растягивать, наводить в нём порядок таким образом, то тоже захочется ещё и этот порядок дальше переносить на следующее пространство, на следующие этапы. На следующий этап после тела – это дом. И захочется наводить порядок в нём. Следующее – это то, что гибкое тело – это как открывающиеся полки. И захотелось мне такое, появилось ощущение, чтобы вот была возможность как-то какие-то вот, допустим, если полка, она там была закрыта, забита, заставлена, захотелось сделать так, чтобы эта полка могла открываться, чтобы был к ней доступ, ну и так далее. И такая вот получается, эта гибкость, она переносится тоже на дом. То есть хочется, чтобы дом тоже был гибким. Хочется, чтобы всё как-то было в порядке, чтобы вещи одного типа лежали с теми же самыми вещами, там в одном ящике или в одной коробке. То есть такой был порядок. Это хорошо, в таком доме намного удобнее жить. Ну и в гибком теле тоже намного удобнее жить. Так что есть смысл заниматься и тем, и другим. Мухтар меня сделал здоровее и красивее, пока я ему помогал. Я сейчас наполняю канал Мухтара Бусин-Гаджиева видеороликами, его видеороликами, которые разбросаны по всей сети. И осталось мне немножко, уже практически на днях, завершу я канал этот заливать, видео на этот канал заливать. Ссылочку на канал оставлю, рекомендую. Смотрите его занятия по растяжке, смотрите его семинары, интервью. Очень полезная информация, на мой взгляд, и для здоровья, и для жизни. И вот с точки зрения того, что, ну получается, я Мухтару сейчас помогаю таким образом. И интересно, что вселенная придумала меня отблагодарить посредством того же самого Мухтара Бусин-Гаджиева. То есть я от него узнал то, что, ну совершенно можно сказать недавно, что можно за ноутбуком работать на полу. Вот, и я недавно переехал на пол, и теперь я параллельно, то есть параллельно с занятием за ноутбуком, я могу растягиваться. И плюс сейчас еще по утрам, вот на моей стороне здесь есть солнце. Вот, я еще заодно могу загорать. Вот, ну и так как солнце со временем перемещается, а я, так как на полу я могу местоположение менять, то я могу еще параллельно и загорать. Ну и с точки, с этой точки зрения, получается, Мухтар мне помогает. То есть я ему помогаю заливать видео на YouTube, вот, а он мне помогает быть более загорелым и более здоровым посредством растяжки. Вот, так что, а если бы не его рекомендация, совет, то я бы сидел бы за столом, как обычно я до этого делал. Вот, и, ну, просто бы делал одно дело. Следующее, ну и что важно, да, это не только будет параллельно вот с помощью Мухтара, то есть я залью там его, например, видео, но я потом и дальше смогу заниматься уже там своими делами, я сейчас ими тоже занимаюсь, и могу параллельно точно так же что-то еще делать, что очень перспективно. Следующее, это то, что звезды пустышки. Олеся написала комментарий про то, что у Мухтара, Мухтар вращался в таких кругах со звездами, с интересными, известными людьми, и сейчас они ему, вот, получается так, то, что никто не помогает. Я по этому поводу что думаю, это то, что звезды – это довольно-таки простые люди, которые контролируются кем-то, манипулируются кем-то, и у них, у самих очень мало возможностей, и они мало что могут сделать. Им сложно выразить свое какое-то настоящее мнение, например, да, если они там что-то думают, то есть они просто могут бояться чего-то делать, и вывод здесь можно сделать такой, то, что звезды – это просто пустышки, то есть это люди, которые, по сути, работают, тоже просто работники, которые вот, ну, работают в такой сфере. Но это не означает то, что они живут при этом именно своими желаниями, своими потребностями и могут выражать себя настоящего. По поводу следующее. «Наступает эпоха роботов, рабы больше не нужны». Мысль в том, что раньше осознанных людей, ну, таких как Мухтар Гусингаджиев, Иисус Христос, в моем понимании тоже, ну, и других, 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 которые помогали другим людям, как-то открывали им глаза, как-то делали их здоровыми, счастливыми, советом помогали. Таких людей пытались, ну, как-то изолировать. И сейчас, возможно, наступает такое время, когда люди, ну, по крайней мере, вот сейчас это в интернете происходит, сейчас есть возможность слушать таких осознанных людей в интернете, через интернет, и у них чему-то учиться. Раньше такой возможности не было. И пока такая возможность есть, и вот я себе вопрос задавал, почему пока такую возможность не убирают полностью? Ну, то есть, да, делаются попытки, пытаются там, в России, вот в скором будущем пытаются там заблокировать как-то интернет, ограничить, фильтровать какие-то сайты. Вот, но тем не менее, все равно пути можно будет найти, какие-то, ну, как я вижу. И, возможно, почему это происходит? Возможно, потому что сейчас современная эпоха, она позволяет заменить работников на роботов, то есть, заменить рабов на роботов. Вот, в каких-то отраслях это уже произошло, и, может быть, со временем все это будет еще больше прогрессировать, и, ну, может быть, вот этот ручной труд, он будет сводиться к минимуму, и именно поэтому, может быть, и будут разрешать рассказывать, как жить счастливой, здоровой, богатой жизнью. Не будут всячески пытаться запрещать такого рода информацию. Вот, ну, посмотрим. Хорошо бы, чтобы было, конечно, так, как будет хорошо всему человечеству, а не только богатым, самым богатым людям. Следующее – это то, что я решил опять переименовать свою программу. Раньше она у меня, изначально она у меня называлась «Побег от сахара и муки», потом я ее переименовал в «Здоровый образ жизни», потом я ее переименовал в «Гибкий здоровый образ жизни». Вот, и сейчас я понял то, что я хочу касаться не только тем здорового образа жизни, гибкого образа жизни, но и в целом счастливого образа жизни, богатого образа жизни, с пониманием других людей, с построением каких-то хороших взаимоотношений с другими людьми. То есть, хочу рассматривать аспекты и не только связанные со здоровым образом жизни, есть и другие важные аспекты. Вот, и я это уже и делаю, ну и поэтому для более, да, для большей точности и свою программу я тоже назову чуть по-другому. И хочу я ее переименовать в одноименное название с книгой Мухтара Гусингаджиевой «Верх по наклонной». То есть, хочу назвать программу «Верх по наклонной». Ну и, как я вижу, вот в этом названии хороший смысл отражается, то, что вот эти вот все аспекты жизни, они приходят тогда, когда человек доходит до какой-то вершины, вот, поднимается до какой-то вершины. Подниматься обычно, как бывает, подниматься в гору намного сложнее, чем спускаться с нее. Ну, хотя и спускаться тоже, вот именно с горы, тоже бывает непросто, даже и от этого устаешь. Но все-таки с точки зрения затрат энергетических подниматься, конечно же, тяжелее, чем спускаться. Можно даже скатываться, если совсем как-то вести неправильный образ жизни, даже можно полететь вниз. Вот, а полететь вверх намного сложнее. И поэтому я решил переименовать эту программу свою в «Верх по наклонной». Следующая мысль – это то, что во всем нужна проактивность. или будут занижать цену. Здесь смысл в том, что не должно быть нужды. То есть, если появляется какая-то нужда, то будет невыгодно для того человека, у которого есть нужда, что-то предпринять. То есть, уже как-то будет поздновато. Нужно действовать проактивно. Но это вот пример можно привести такой, то, что если, допустим, хочется продать акции, то их нужно продавать не тогда, когда приспичат, не тогда, когда нужны будут деньги, а чуть заранее. тогда, когда можно будет еще продать эти акции довольно-таки за хорошую цену, выгодную, а не тогда, когда цена может оказаться, то есть, нужны будут деньги в какой-то критический момент, и вот нужно будет продавать, а в этот момент цена на эти акции может оказаться очень низкой. И, собственно, тогда будет невыгодно. Ну и по отношению к другим аспектам жизни тоже аналогично. То есть, желательно все делать заранее, желательно готовиться, планировать и постепенно идти к целям. В плане здоровья то же самое. Лучше каждый день делать зарядку постепенно, понемножку, по чуть-чуть, чем потом разгребать последствия вот этого нездорового образа жизни. И последнее отмечу просто, сегодня прислали мне клип Газманова, такой, ну, в каком-то смысле патриотический, на тему распилов, на тему взяток. Я ссылочку под этим видео оставлю, можете посмотреть, как мне показался такой какой-то, ну, какой-то такой патриотический и нотки там такие, позитивные. На этом буду заканчивать. Благодарю за внимание и желаю всем богатства, здоровья, любви. Благодарю. Благодарю.